Доброе утро, дорогие телезрители канала Афонтова и, конечно, подписчики на моем канале на ютюбе Голова Садова и тетя Таня. Сегодняшняя тема – это суперфосфат. Это пресловутое название уже, наверное, у всех просто оскомину сделало. Я хочу сказать, что вот как раз суперфосфат, он несколько необычное удобрение, потому что это нам только кажется, что раз суперфосфат, там только чистый фосфор, а вот и не угадали. Вот откройте пачку и нюхните. А-а-а, аммиак. Вот просто нашатырный спирт. Почему? Да потому что при химических реакциях используется всегда аммиак, если это работа с фосфором. И здесь аммиак в составе, причем очень немаленьком, их почти одинаково – 20% аммиака, азота и 19% фосфора. Но кроме этого в составе суперфосфата, неважно, двойной он, одинарный, всегда есть магний, всегда есть бор, медь, марганец, цинк, кобальт и, конечно, молибден. Еще раз повторяю, если в составе вот здесь не написан молибден, очень проблематично будет растениям все это дело бактериям переработать. Как он выглядит? А выглядит он всегда одинаково, примерно вот так. Страшненький такой, вонючий, да. Вот смотрите, здесь написано суперфосфат простой, одинарный. А вообще вот это тоже простой, одинарный. Он приобретен для того, чтобы из него делать вытяжку, потому что в данном случае вот простой суперфосфат, он, да и двойной, они в воде дают одинаковое количество фосфора, то есть вытяжка будет одинаковая. Но если вы будете пользоваться этим для вытяжки и для внесения в почву, то двойным суперфосфатом можно пользоваться для изготовления водного раствора, потому что двойной суперфосфат в воде-то как раз и растворяется. И вы об этом должны знать и помнить. Приобретая суперфосфат, купите пачку такого, а пачку такого. Ни много, ни одно и то же, потому что если вы будете высаживать какие-то растения, кстати сказать, суперфосфата можно, конечно, и увеличить дозу, потому что если это многолетние растения, такие как плодовые деревья, да, плодовые кустарники, под плодовое дерево, под вишни, по сливы, яблони, груши, всегда высыпается целая пачка, то есть килограмм, у нас у фософки такие в России, килограммовая пачка суперфосфата, это растению, да, все перемешивается, не только это вносится, там много удобрений, и перемешивается, и килограмм суперфосфата будет работать 10 лет и будет кормить это растение. Единственный вариант, который вот как бы меня не очень устраивает, когда вы покупаете в магазине и берете простой суперфосфат только потому, что он дешевле. Понимаете? И вот этот суперфосфат, вот этот именно простой, он заработает в почве на второй-третий год, что очень неудобно для растения. Нам-то, конечно, все равно, а еще вы умудряетесь вот так вот, вот так пойти по саду и раскидать все по поверхности. Ой, какие вы молодцы! Вы поймите, что толку от этого просто ноль. Это деньги на ветер, так делать нельзя. Он всегда вносится в почву, желательно под корневую систему. Значит, если вы... Вот тут, кстати, другая форма немножко. Разные изготовители. Хочу показать, что он бывает разный. Здесь там коричневые гранулы, а здесь вот такие гранулы. Это тоже простой суперфосфат. Но здесь, видите, обработка несколько иная. И тот, и другой тоже не рассыпаются на воздухе от того, что дождь намочил. Если только вы разбросали там на целую осень, тогда все это, естественно, вот так медленно и верно испарится все, что там есть. Вы это понимаете? Я надеюсь, что да. И запомните, пожалуйста, простое правило. Никогда не смешивайте суперфосфат с мочевиной, селитрой, известью и мелом. Никогда этого делать нельзя. Реакция будет плачевная. Хорошо? Я надеюсь, что вы запомнили. Значит, сейчас у нас уже август заканчивается. Я надеюсь, что вы все были большими умниками, потому что 1 и 15 августа и это удобрение вы тоже внесли вместе с сульфатом калия. Если растворимая форма, то это можно сделать и в растворенном калии прямо в ведре. Но если эта форма нерастворимая, тогда мы делаем вытяжку. Вот это примерно столовая ложка на 10 литров воды. Значит, 10 столовых ложек суперфосфата. И если холодная вода, трое суток ждем, 72 часа. Если горячая вода, ждем 24 часа всего сутки. И тогда берем 1 литр настоя получившегося, добавляем 9 литров воды и отливаем растения. В сухом виде все-таки внесение, просто разбросать под деревом по газону, это бессмысленно. Либо в жидком, либо уже вкапываем в бороздки какие-то определенные, потому что на поверхности это все не работает. Ну, на этом пока все про суперфосфат. Редактор субтитров А.Семкин